Видео подготовлено каналом Уроки ТВ номер 645. Напишите сочинение, рассказ на тему, как я испугался, по плану. Введите в ваше сочинение описание уже, используем упражнение 644. Будет ли ваше описание в научном стиле речи, или же оно станет художественным. Пишем по плану. В лес за грибами, змея. Страхи оказались напрасными. Сочинение, как я испугался. В выходные мы с родителями ходили в лес собирать грибы. Я, как обычно, искал их под деревьями и на солнечных полянах. Грибов было немного, но они были разные. Еще в лесу были разные ягоды. Мы их с удовольствием ели. Мы нашли опята, лисички и сыроежки. Лисички очень просто определить, так как у них волнистая шляпка, и они желтого цвета. А у сыроежек разноцветные шляпки. Есть красные и синие. В лесу я находил и ядовитые грибы, мухоморы. Самый большой гриб нашла мама. Когда мы насобирали достаточное количество грибов, то оставили корзинку с грибами на видном месте и пошли погулять по лесу. Я побежал вперед, чтобы найти что-нибудь интересное. Папа говорил, что в лесу есть ежи. Я их искал, заглядывал под коряги, смотрел в ямах, но их нигде не было. Потом я заметил, что за кустами что-то шевельнулось и убежало под упавшее дерево. Я подумал, что это ежи. Когда подошел поближе к дереву, то увидел, что из-под него торчит черный длинный хвост. Он был немного похож на веревку. Это оказалась змея. Я испугался и сразу закричал, что нашел змею. Мои родители быстро прибежали. Папа сказал нам, чтобы мы не подходили близко. Взял палку и просунул ее под дерево. Мы стали разглядывать змею. Змея пошевелилась и высунула свою голову. Она смотрела на нас и постоянно вытаскивала свой раздвоенный язык. Мне было очень страшно, что она нас укусит. Потом мы заметили у нее желтые пятна на голове. Папа сказал, чтобы мы не боялись, что это не ядовитая змея. Он сказал, что это уш. Уш питается лягушками. Он не кусает людей. И у него нет ядовитых клыков. Уш был не очень длинный. Его черная шкура переливалась. Он услышал, что мы идем, и испугался. Из-за этого скрылся под деревом. Папа хотел взять его руками, чтобы посмотреть поближе. Но не успел. И змея заползла глубоко под дерево. Мы не стали больше тревожить змею. Убрали палку и пошли обратно. Если у вас возникли вопросы, вы можете оставить свои комментарии под видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!